Ребята, перед началом видеоролика напоминаю то, что опять появились прайм-пакеты, в которых Renegade, в котором Lansin C, в котором AT15A и безусловно тип 64. Если ты хочешь их получить, то обязательно слушай меня дальше. Ссылка будет и в описании, в комментарии. Переходишь на мой сайт, опускаешься ниже. Он здесь один-единственный пакетик. Ну и дальше максимально простые инструкции. Это уже тысячу раз дел, такая же привязка к Амазону, как и была. Поэтому заходи, приобретай и играй на своих машинах. Ребят, всем привет. С вами Inspire99. И сегодня мы подробно с вами обсудим новые танки и стили, которые можно будет получить за боны. Да, мы дождались. Это обновление бонового магазина. Для кого-то это будет прям вау. Для кого-то, возможно, не очень. Но все-таки. У нас 4 машины и 4 стиля. Машины чуть позже разберем. Что касается стилей, я их посмотрел. Короче, китайский фарфор топчик. Мне нравится, но не ставьте, короче, на танки, у которых вы ярко выражены какие-то комбашинки. Потому что, ну, гораздо проще будет выцеливать. Темный стиль. Хоть как-то еще маскирует. А с таким ярко-белым, ну, короче, будет проще. Похоже, я не знаю, какая-то там русская роспись. Это хохлома или как она там правильно называется. Короче, я в этом не особо подкован. Но смотрится, блин, эпичненько. Мне кажется, на ИС-7 там КВ-1, ну, прям топчик будет. Вот эти стили красная пустыня и ослепляющие, на мой взгляд, ну, максимально скучные. Есть уже похожий стиль такой. Он в каком-то пакете шел. Типа связано вот что-то с морем. Ну, короче, не знаю. На мой взгляд, максимально скудный. То же самое, как здесь. Но здесь еще хотя бы что-то, да, какая-то линейность. Что-то есть. Ну, короче, насчет вот этих двух стилей такое себе. И вот этот стиль, он такой более брутальный, оверлорд, такой расписанный весь, да. Ну, не знаю, мне как бы нравится. То есть, к этому окей. Но, опять-таки, этот стиль будет один на всех картах, немножко скучноват. Поэтому, почему нельзя, допустим, вот этот стиль ставить на весеннюю, допустим. Вот этот стиль нельзя будет поставить на зиму. А вот этот стиль на лето. Или там на осень, да, или как там у нас на пустыню, там на весну и на все остальное. По-моему, будет смотреться довольно эпично. Почему просто нельзя добавить такую функцию, чтобы ты мог на один танк ставить три стиля. Чтобы он тебе один не надоедал на всех картах. По-моему, будет очень классно. Но платить за них по 450 бонт, тут, короче, смотрите сами, можете все за 1800 забрать. Тут как бы ваше. Теперь по танкам. Давайте по порядку. Что у нас есть? Panzerkauffagen 4 Schmalturm. Что касается этой машины, короче, тачка, на мой взгляд, я вот поиграл на ней, кроме названия, ничего прям суперинтересного не имеет. Но, возможно, еще точность. Орудие, в принципе, да, окей, оно сносное, но маленькая альфа, хорошая точность, все. Вроде бы танк должен ДПМить вперед, но нету никакой уделки. То есть 10 вперед, 10 лошадей на тонну, прошу прощения, и 48 вперед. То есть, ну, ты будешь ехать прям отвратительно. Поворачивается тоже не самый, как бы, окей, обзор такой себе, броня, как бы, такая себе, и... Ну, по факту, я не знаю, за что здесь можно зацепиться. То есть танк только для коллекционеров. Если вы хотите какую-то хорошую шестерку, то это в сторону Т-34-85, любой там, смотрите, что М, что Руди, либо Тип-64. Вот как в начале видеоролика было. Так и сейчас я вам советую, присмотритесь к пакету. Блин, попробуйте. Вот вам больше никакой танка на шестом уровне плюс-минус нужен не будет. Поэтому это только для коллекционеров. Кроме как красивого названия, наверное, красивого внешнего вида, опять-таки, мне просто нравится вот такое немецкое танкстроение. Здесь вы ничего не получите. То есть, ну, отдавать такое количество бон, на мой взгляд, спорно. Короче, дальше поехали. М41Д. Ну, на мой взгляд, относительно недооцененный ЛТ, потому что маскировка не самая лучшая. При этом шикарнейший обзор, 410 метров. Очень хороший танк по подвижности. То есть, у него хорошая максималка, да, в то время, как у некоторых 60, там, 65, у него 68, хотя бы что-то. При этом очень дырокольная пушка. То есть, ее можно раскачать неплохо. Тут-то базовый ДПМ-2200. Можно сделать там что-то 2800-2900, по-моему. Пушка будет там что-то 3,5 в районе 3 секунд перезаряжаться. С Альфой в 170 прикольно. Хорошее бронепробитие. Снаряды также у нас просто очень молниеносно летают. Там, по-моему, что основное, что голдовый снаряд под калибр. Вот, хорошая точность, сводка там в 1.2, можно где-то 1.3, по-моему, сделать. Короче, будет сводиться прям быстро. То есть, вот такое вот, а-ля, не знаю, чем-то А-43 мне напоминает на 6 уровне. Только там, как бы, проще гораздо все это реализовать, действия. На этом будет потяжелее. Как светляк, наверное, это не самый лучший вариант. А вот как вот пострелять, пофаниться, то вполне. Кстати, на нем еще, если прям не сильно много будете, ну, какие-то сверх там цифры показывать, и даже при этом он будет хорошо фармить ВН-8. Фармить он может, обходится, в принципе, на базовых снарядах своих вполне. Но данный танк огромный, если светится, его сразу же сбривает. То есть, это подойдет, ну, максимально тем игрокам, которые могут и умеют играть на суперкартонной технике. И вот на нем можно тогда пытаться какой-то ДПМ попробовать развалить, но здесь нету фугаса. То есть, у ХВК есть, у Чернобульдога, у Синлака, еще у кого-то. Здесь этих фугасиков нет, поэтому, когда ты заезжаешь в картет, ты так и будешь по 170 ковырять. Поэтому он, как бы, окей, но, блин, очень тяжел в реализации. Поэтому 8000 бона давать, там, по-моему, гораздо за эти деньги более лучший вариант. Если я не ошибаюсь, он 8000 будет Т-103 купить. Типа, гораздо более сподручнее, да. Но, в любом случае, такое себе, как бы, Шмальтурма я на последнее место поставил. Этот парень у нас пока будет на третьем. Ну, и рассуждаем дальше. Да, КВ-5. Многострадальческий танк, особенно со своим бронепробитием и с этой Кумбашинкой. Это просто жесть. Вот, те, кто не знают, на нем гораздо более эффективнее танковать задом. Просто задок реально поворачиваешь или рамбаси оставишь, и все. И, как бы, окей, танкуешь, кроме башни. Да, его поправили, да, его поправили в бронепробитии. Он стал гораздо лучше в этом плане. У него, по-моему, базовое бронепробитие. Нет, голдовое, я не помню. По-моему, у него плюс-минус такое же, как было и осталось. Да, у него более-менее какой-то ДПМ, но никакой точности нету. Сводка, все остальное. То есть, я не знаю игроков, которые прям вот супер-вау кайфуют от КВ-5. Да, он чуть, скажем, относительно быстрее будет того же Гуся. Но Гусь лучше в мобильности. Гусь лучше в бронепробитии. Гусь лучше в пушке. Поэтому, на мой взгляд, если уж и рассуждать, то Гусь гораздо эффективнее. Поэтому те, кто говорят, что КВ-5 вот сейчас вау, ты прям на нем будешь нагибать, нифига. Да, какие-то бои будут случаться, где этот парень будет отбивать вот все. Реально все. Он неудобен для пробития на дальних расстояниях, когда у тебя, ну, не очень, скажем так, пробитие. У него очень плохой обзор. У него огромный просто экипаж. Просто огроменный. То есть, если раньше ты там мог 4 члена экипажа посадить, все, вперед, окей, играй. То здесь 6 человек, их прокачать всех нужно. Поэтому, на мой сугубо личный взгляд, если бы вот между выбор, между КВ-5 и М41Д, возможно, даже лучше М41Д взял. Потому что на нем я в игре для того, чтобы хотя бы как-то прикольно провести время. Да, ну и фарм, все остальное, следующий показатель. Да, КВ-5 льгот. Да, мы не видим там, словутых этих десяток. Но все равно играть на нем тяжеловато. Вот тяжеловато. Я говорю вам, как есть. Будут случаться из 10, там, 2-3 боя, где вы будете, ну, что-то показывать там неплохое. Но в то время, как, блин, против вас встречается, я не знаю, ну, какой-нибудь танк, условно говоря, Е-75. Ну, и ты вообще ничего ему не... Ну, просто ничего. У тебя бронепробитие не хватит. 219, но по меркам даже базового пробития на восьмом уровне, ты этим никого не удивишь. Поэтому, на мой сугубо личный взгляд, не самый такой прям вау-вариант. Да, это легендарный аппарат, огромная дань уважения ему. Но сейчас он играется не так круто и весело, как раньше. Здесь огроменный движок, по-моему, на 1200 лошадей. Там дизельный, вроде бы, еще по игре как числится. Но, блин, ну, не знаю, смотрите сами, но я бы, наверное, вам не супер бы, конечно, его рекомендовал. Опять-таки, если как для коллекции, то смело вперед, как бы вообще вопросов нет. Легендарный аппарат. Ну и, безусловно, тот танк, который наведет шума, это АМХ-50ФО-655. Танк, который можно было получить раньше, да, просто исследовав и все остальное. Безусловно, по каждому из этих машин, из этих танков, которые здесь есть, я сделаю отдельно видеоролик. Сейчас я просто делаю общий. Первое, что у нас здесь есть. Хороший Альфа-750. Возможность выдать больше 2000 урона за один барабан. А в некоторых случаях даже больше 3000. Если вы заряжаете фугасы с 90 мм, а у нас некоторые так делают, 3000, 3300 можно дать. Но найти такого парня, в котором можно было бы вот так выдать, спорно, даже прокачав интуицию, перезаряжаться будете долго. Ну, короче, спорно. При всем при этом, да, хорошее, потрясающее просто голдовое пробитие 395. То есть, ну, ты пробиваешь абсолютно все. Но при этом долгое КД. Да, при этом всего лишь три снаряда, если ты двумя промазал. И потом как-то у тебя получилось реализовать один. То есть, ты столько перезаряжался. Столько, не знаю, тратил времени на все про все. И в итоге 750 дал. И опять там уходишь на огромное количество перезарядки. Но при этом, да, данная ПТ бронирована. Но, блин, конечно, эта комбашенка, она вот, ну, принимает все. Она магнитит снаряды. Так же, как и корпус. Поэтому на ФОШе, на ФОШе 12000, да, не 15000, как 121Б, М60. Я считаю, что это машины универсальные. ФВ-215Б уже и ФОШ это более специфичные аппараты, которые требуют, скажем так, рукастости. Вот. Да, он, безусловно, ездит очень быстро. Он очень подвижен. И этим, как бы, ФОШи славятся. У него потрясающее бронепробитие. Да, прикольно. Въехать просто 2 с копейками дать и обратно перезарядиться. Но это нужно уметь. Это нужно читать. И все-все-все-все-все остальное. Поэтому фан-машина прикольная. Действительно прикольная. Вот, ну, поиграть так можно. Показывать топ-результаты можно будет. Но это один раз на несколько, там, десятков боев. Поэтому, ну, не знаю. Очень спорно. Каждая машина, которая добавлена, она так или иначе имеет какие-то свои подводные камни. На мой сугубо личный взгляд, среди восьмерок, да, та же Т-103 смотрится за 8 тысяч бонгок гораздо более лучше, сподручнее. А вот что касается ФОШа, за 12 тысяч, возможно, стоит присмотреться. С учетом того, что и как игроки тратили по 25, или сколько он там на этом торговом караване, или где, что это происходило, сколько тратили. То тут вполне себе можно ожидать то, что его, в принципе, купят и их станет побольше. Но нагибать на нем смогут не каждый. То есть это специфичный геймплей, к которому просто нужно вам привыкнуть. Но по каждому из танков я сделаю видеоролик. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал. Если что, по пакетам в описании, в комментарии. Все посмотрите. Но ФОШ, наверное, да. Вот ФОШа бы, ну, я бы рекомендовал. Все-таки, как-никак, десятка. Вот, все-таки танк с историей. И есть свои особенности. Если вы играете взводом на тремя таких фошах, то, конечно, очень страшно против вас выезжать. Потому что, ну, вы с таким ураганом можете снести любого противника, что это просто капец. Ну, короче, танк вот такой а-ля где-то чуть-чуть имбовый. Где-то чуть-чуть фановый. И, ну, короче, вот он такой вот. Ну, это ФОШ и ФОШ. Вот. Наверное, все-таки лучше ФОШ, который прокачиваемый. Но этот более такой вот, еще более афановый. Потому что здесь огромная альфа. Ну, короче, стоит присмотреться. Ждите моих видеороликов по этим машинам. Ну, в общем, как-то вот так. Пишите, что вы думаете, да. Рады вы или не рады вы таким новинкам. К чему присматриваете, что вы будете брать. Ну, и как-то так, ребят. Все, все, что сказал по пакетам в описании в комментариях. Спасибо большое, что смотрите. Подписывайтесь на телеграм-канал, на ютуб, на яндекс.дзен. Короче, вы все знаете, молодцы. Ну, а вам счастливых побольше дней. До новых встреч. Пока-пока.